мы идем по вильнюсу и смотрим на город которому исполнилось 700 лет глазами старожилов и новоселов столицы литвы гуляем по улицам и паркам заходим в подъезды поднимаемся на крыши и спускаемся в подвалы останавливаемся у памятников музеев и храмов и слушаем истории жизни вильнюсцев длиною в 700 шагов шагаем добрый день дорогие друзья мы начинаем наш проект 700 шагов по вильнюсу с самой старой на самой древней улице этого города пелес или замковая которая берет свое начало ну можно сказать от городских ворот то есть можете представить себе сколько шагов сколько людей начиная с 14 века прошло по этой улице и здесь нам встречу назначил наш первый гость по маршруту которого мы и пройдем это известный литовский телевизионный ведущий блогер журналист публицист писатель андрюс ушкальнис андрюс приветствую здравствуйте я очень рад что мы начинаем мерить наши шаги именно с улицы пелес или замковой а потому что таким образом мы оказались почти в самом центре вильнюса и в общем наш проект начинается именно отсюда буквально несколько слов наверное от той улицы на которую мы сейчас с вами зашли да это ваш выбор бернардину или бернардинская да а в моем детстве она называлась пелес керсгатвес это замковый переулок переулок и она насколько я знаю вела к костелу святой анны и бернардинскому костелу и соединяла и там еще ближе костел святого святого михаила михаила архангела да и соединяла фактически этот комплекс отворот шла к замковой чтобы потом можно было выходить к замку да ну что ж начнем я я еще буквально пару слов о нашей гости потому что сегодня не только гость но и гости аризона и шагов у нас будет наверное в четыре раза больше посмотрим за кадре она сегодня очень жаркий день наверное мы выбрали снимать это в самый жаркий день и и и очень жарко и на и лень куда-то идти мы попробуем его говорить это улица на которой я жил несколько лет по моему четыре года когда я вернулся из великобритании после 16 с половиной лет там я снял квартиру я там продал свой дом и снял квартиру с семьей здесь на улице бернарди ну мы ее скоро увидим я там прожил 44 года вот эти ворота рядом с воротами с левой стороны была моя дверь и я жил на третьем этаже хороший выбор потому что это наверно одна из самых старых улиц вильнюса но не считая конечно замковые или пелес и и я читал что как можно определить почему лица очень древние или старые если там вот такие дома без окон и ворота значит это точно ну несколько веков назад было построено да почему этот выбор здесь почему здесь именно выбрали квартиру и решили жить мне мне хотелось жить в самом самом центре города я я тогда был очень рад что я вильнюс возвращаюсь я здесь не родился но все равно город очень дорогой для меня и ну это вообще самое самое сердце этот дом рядом с которым мы стоим его можно даже найти на реверсе банкнота в 100 литов двор этот виден там вид на реверсе вид с башни святого и она рядом с университетом и вот двор этого дома он тоже там ведь ему надо знать где он есть но сейчас вспомнили про университет и здесь где-то на бернардину 8 если не ошибаюсь была журфак и типография которая работала заводского с 1800 чуть ли не пятого года и там что-то 100 или 140 лет я почему про университет сейчас говорил потому что насколько я знаю они он печатал тогда именно литературу академическую для университета по закону для собственных нужд хорошее место выбора и журфаком связана еще одна история когда мы сюда приехали ко мне пришла лайсфера джавича не сделать интервью со мной для журнала жмоль нас где она тогда работала и она зашла к нам дом и говорит боже мой тоже это же наша квартира оказывается когда они были студентами витара с разряда час и и она они жили в той же самой квартире только она была поменьше там потом соединили кое-что перестроили но она жила в той самой квартире и витара с разряда час вот по этому тротуару ходил в тапках в журфак ему было лень ему было лень обуваться и он и он в любое время года зависит от настроения на настроение вот так что вот такая такая история там раньше вот где колышек сейчас там раньше была цветочная клумба тогда и и кто-то на ней сколько у меня была передача тогда на бтв ушкально пеньки и кто-то на ней краской красиво написал ушкально пеньки почему-то вот а теперь наверное надо больше в прошлое перекинуться давайте вот вот где бернардину гатве на квине ирпустричей раньше здесь было агентство по переводам которое называлось лет интерп и может она даже я сейчас думаю какие-то окна по моему нет вот эти окна и я там я там работал поскольку я тогда работал в издательстве еще до отъезда в англию в издательстве вернусь у нее пакет мы издавали эти гиды гиды по вильнюсу клайпить потом они очень разрослись но это началось все в вильнюсе это издательство и у них с ними было связано это агентство по переводам это были те же те же хозяева потом здесь сделали bed and breakfast но тогда было агентство по переводам и я еще подхалтуривал переводами но не просто подхалтуривал я старался как мог и последнюю ночь перед отлетом в англию в 1995 году 4 января ночь с 3 до 4 я провел почти что все здесь потому что мне надо было заработать еще 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 последние 150 долларов с которыми я и поехал тогда великобританию в кармане вот и я сидел за за этим вот окном и там было там был мой рабочий стол можете представить сейчас там силуэт андрюса так что да так что надо я в англию уехал девяносто пятом году с улицы бернардино практически я вернулся за поехал в свою квартиру за вещами сдал квартиру хозяевам потому что я съезжал оттуда и а потом через 16 с половиной лет я вернулся опять сюда только следующий дом но когда вернулись вернулись сюда же какие были ощущения заметили ли какие-то изменены понятно что улица как бы было такое осталось но город нет конечно знаете я достаточно часто приезжал вас и в особенности возвращался в литву в особенности в свои последние наверное так года три-четыре потому что я начал все больше издаваться в литве я начал писать для литовского для литовских газет журналов и интерната и я приезжал сюда часто если бы я не приезжал вот если бы не было 16 с половиной лет и я бы наверное ну город вряд ли бы узнал ну кроме этой улице которая действительно не особенно не особенно изменилась мы прошли шекспиру вешбут из гостиница шекспир гостиница шекспир мне было очень интересно что она у некоторых так скажем пуристов или защитников чистоты вильнюсского исторического наследия вызывала возмущение поскольку они говорят причем здесь шекспир в вильнюсе не был на этой улице не было это никак не не связано но по-моему по-моему совсем неплохо там есть так терраса с которой неплохой вид на всю улицу сверху да и насколько я знаю там интересно очень номера оформлены каждому номера имя какого-то писателя английского до известного диккенса там еще кого-нибудь и так далее по списку в общем можно идти да и я знаю что один из бывших послов великобритании в литве он как-то любил всегда гостей водить именно сюда если он хотел обедать хотя там по крайней мере раньше в меню так английского было достаточно мало ну не на правах рекламы но просто вот делимся опытом английские завтраки здесь серьезные достойный а я пробовал но очень давно и я бы не хотел чтобы это мое впечатление 10 лет назад испортила скажем так ну не репутацию испортила бы впечатление поскольку 10 лет назад это было не очень сильно скажем скажем так я вполне допускаю что сейчас это очень хорошо за 10 лет много шагов по вильнюсу было дорогими людьми это может быть действительно изменилось а здесь был другой ресторан который вот он журфа комнату снимал кстати очень известный всем наверное известный но в европе точно поэт адам мицкевич здесь сейчас его музей так что обратите внимание если будете вильнюсе обязательно зайдите да возможно даже несколько больше известный чем виттерос радио а здесь раньше был такой ресторан пикало канопе и они они решили сделать ресторан абсолютно без денег то есть они все либо одолжили либо взяли в кредит либо им отдали какие-то вещи посуды и все такого и у них было единственное единственное блюдо это было лазаньи и а потом им надоело и они стали вместо вместо этого вместо еды люди получали разные записки на дверях что мы сегодня опять не работаем а вот опять не работаем а теперь а теперь мы два месяца не будем работать сам и потому что мы отдыхаем вот маркетинг 90 до такой но это не в 90 были нет это были это было в 2001 2011 2012 году и потом конечно но они закрылись поскольку ведь невозможно иметь ресторан если ты не ничего никому не продаешь вот таким способом общаешься с клиентами да и ну вот он сейчас уже почти к такому я бы сказал намоленному месту потому что здесь три храма до одной такой локации это супер туристическое место этот костел михаила архангела он в моей в моей молодости в моем детстве это был музей архитектуры если костел казимира святого казимира был музеем атеизма то это было музеем архитектуры но несколько 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 менее свирепа чем музей атеизма да а сейчас ведь тут музей церковного искусства наследия до церковного искусства церковного наследия и ну про костел святой анны я ничего уж больше говорить говорить не стану я думаю что все его все его знают его меня вот что интересно когда я жил здесь мне было интересно как можно тут отличить туриста от местного местного потому что надо здесь очень часто ходить чтоб каждый раз не поднимать на него глаза и и и не смотреть потому что все кто приезжие они все конечно стоят стоят и смотрят и углубляются ну одна из таких наверное самых известных легенд о костеле ситуации это то что якобы наполеон во время своего похода на москву когда он был вильнюсе и увидел костел ситуации он сказал что вот мог бы на ладони перенести его во францию но уже доказано что это легенда всем нам хочется верить что-то такое хорошее значительное это не отменяет естественно красоты этого храма мы прошли уже улицу бернардин это сейчас мы вышли на майроню по моему дам ироне да и академия художеств в моей молодости она называлась государственный художественный институт и моей папа и мама там вот была кафедра дизайна я не знаю где где сейчас она сейчас вот на этой стороне в современном современном здании а там она в старом здании было и они они оба закончили это учебное заведение они там и познакомились и для меня это было такое всегда значительное значительное место я по-моему там пару раз был смотреть эти аудитории эти там чертежная комната для занятий где они еще были а потом мне было очень интересно что на тут же на кафедре дизайна училась одна подруга моей молодости это примерно наверно девяносто первый девяносто второй год вот так примерно и она ходила на те же лекции к тем же преподавателям и ей рассказывали те же самые шутки прибаутки и и все вещи которые я уже слышал от своих родителей там любимая была про гномика который живет в живет высотном здании он каждое утро встает утром едет на лифте на лифте домой вниз и идет на работу когда он возвращается с работы он пешком поднимается до десятого этажа там берет лифт и едет обратно в свою квартиру на двадцатом этаже вы знаете почему он так делает он до 20 кнопки не может достать и сколько раз эту историю рассказывали я думаю что на каждый курс дизайнеров который учился это феликс из долг антас покойный такой метр литовского промышленного дизайна и промышленного искусства и подходим как раз к этой кафедре дизайна уже новое которое вы говорили андрюс такой вопрос ваши родители насколько я понимаю приехали вильнюсе скаунаса и вы в каунасе родили нет было не совсем не совсем так я вырос в каунасе и родился в каунасе мой папа из вильнюса а моя мама из-под каунаса там если ехать через ням у нас там где горлева там чуть дальше такая деревня пожарой там моя мама родилась а было дело в том я родился и рос в каунасе во-первых потому что в каунасе был гораздо более высокий уровень медицины у моих у моей мамы у ее родителей было и мой дедушка работал в каунаска клиниках и там было много знакомых я думаю что это было просто комфортабельные а потом я рос каунасе до шести лет с дедушкой и бабушкой поскольку у моих родителей не было не было условий где меня вырастить потому что у них не было квартиры они были они жили на комнате у мамы у моей бабушки у мамы моего папы и ну там им-то самим место не было а еще еще меня растить а в каунасе в жалякальнице большой дом так что я там рос но а потом начал ходить в школу вильнюсе в соломесный рез и уже переехал в шестилетнем возрасте я почему вас спросил об этом потому что в литве постоянно что-то вроде такой дискуссии идет вот каунас вильнюс каунас как одно время столица литвы в межвоенное сейчас постоянно говорят о том что где лучше вильнюсе или в каунасе идет вроде какое-то даже соревнования там кто как лучше город устраивает как как на вашем опыте действительно ли между вильнюсом и каунасом очень большая разница но каждый каунасец хотел бы попасть вильнюс я не думаю что каждый каунасец хотел бы попасть вильнюс я знаю вильнюсцев которые бы были бы не прочь переехать в каунас но они очень они очень разные по природе поскольку вильнюс в основном это синтетический город в том виде в котором он сейчас есть большая часть вильнюсского населения она откуда-то из провинции она здесь здесь не не желание они приезжие в каунасе таких гораздо меньше меньше гораздо гораздо меньше и каунас он в общем то он идет своими такими неизменными неизменными корнями гораздо глубже я бы сказал а вильнюс это город транзиции это город постоянных перемен каких-то и была же книжка про вильнюс я не помню автора святому и место с город чужих и или город чужаков сюда и это очень это очень очень правильно поскольку ведь вильнюсы я помню я рассказывал своим друзьям из москвы которые переехали переехали сюда вильнюс после после войны начала начала войны в украине игру что вильнюс это наверное единственный такой город который я знаю где люди постоянно задают один другому вопрос куртавок аймас где твоя деревня и действительно вот у меня у меня всегда в классе я вот помню в классе в школе наверное не было ни одного у кого не было бы деревни где-то в другом в другом месте а в каунасе наверное я думаю что было бы немало таких таких детей которые бы просто сказали ну я здесь живу живу да кстати по поводу деревни и действительно ведь раньше як сейчас этого не наблюдаю но раньше в выходные особенно если выходные были с дополнительным днем вильнюс в общем-то таким был полупустым потому что люди разъезжались именно свои родные места абсолютно и сейчас в новая местность это это так видно вот по все или если было особенно длинные выходные это сразу никаких проблем с парковкой и и даже поздно вечером если взглянуть на окна то очень очень мало светлых освещенных окон поскольку да это в старом городе это туристы возмещают как бы компенсирует своим присутствием а в других местах это все все по-другому он этим и странный знаете я когда вот именно здесь жил в центре я замечал что есть такие вещи люди приезжают приезжают в центр вильнюса наверное очень много людей которые приезжают сюда два-три раза в год это на наверное зажжение рождественской елки потом когда бывают казюко муги ярмарка ярмарка да и место дианос это дни города столицы дата дайте скоро уже со вот они и и так можно увидеть что люди которые ходят они они в общем-то вильнюсцы но они только технически вильнюсцы они они иностранцы они вот выглядят как точно как иностранцы потому как они оглядываются потому как они там присматриваются если они хотят куда-то зайти в кафе или или покушать они так с такой даже осторожностью осторожностью провинциальных жителей, значит, оглядываются в центре большого города. Хотя они, скорее всего, приехали, ну, максимум километров пять, наверное. Не за большой, да? Да. Это бывает очень интересно. И да, действительно, люди, которые живут на, ну, скажем так, на окраинах, на окраинах города, многие из них там и живут, там и работают, там и дети ходят в школу, и они вот в этот центр, в исторический центр даже и не заезжают. И в этом смысле Вильнюс похож на такую агломерацию, как, например, Лос-Анджелес, который есть просто много небольших городков, которые разрослись, и они соединились одни с другим, и там идешь по городу, и и видишь табличку, что ты уже входишь в другой, в другой город, где другие полицейские машины с другим названием. Там вот, там была City of Santa Monica, а там там City of Malibu, или там что-нибудь еще, или дальше. Ну, или еще одна параллель. Я знаю, что иногда говорят, что у Вильнюса непонятно, где он заканчивается, то есть, где граница. Он плавно переходит там куда-то в другой район, в другой город, или в сельскую местность. Да, там в сторону Каунаса, в Григишкес, и там почти уже сразу Вебис. И, ну, только когда приезжаешь уже в Электреной, уже понимаю, что, скорее всего, из Вильнюса уже выехал, да. Но Аризона сигнализирует нам, что мы проделали больше, чем 700 шагов. Мы действительно больше, чем 700 шагов. И так на глаз мы, наверное, проделали, ну, по крайней мере, тысячу-полторы, наверное. Тысячу-полторы, и мы прошли через, пока говорили, прошли через Бернардинский сад, прошли башню Гедеминоса, Нижний замок, дворец правителей, который был восстановлен, и вот сейчас у памятника Гедеминосу на Кафедральной площадь. То есть, в общем, мы охватили все за этот короткий промежуток. Аризона, спасибо тебе за терпение и за то, что ты нам подсказываешь, что наше время завершилось, и будем делать другие шаги, идти другими маршрутами. Андрюс, спасибо вам еще раз. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»